Здравствуйте! В эфире Якутия 24, новости экономики. В студии Евгений Баженко. Стране нужны небольшие электростанции, в том числе солнечные и ветровые, а не крупные. Такой вывод сделали эксперты энергетического центра в Сколково. Это даст потребителю возможность меньше платить за электричество и получить доступ к электросетям даже в самых удаленных и трудодоступных районах страны. В регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока солнечные или ветровые электростанции нередко оказываются дешевле подключения к единой энергосистеме. Так считают эксперты. В феврале Федеральный Минфин планирует закупить еще больше валюты, чем в январе, почти на 300 миллиардов рублей. Хотя январские закупки уже стали самыми высокими за год. В этот день это тратилось более 15 миллиардов. Такие действия Минфина стали возможными благодаря высоким ценам на нефть. Разница между прогнозной, то есть заложенной в бюджет, и фактической ценой на этот продукт и направляется на закупку валюты. Аптечные сети прогнозируют рост цен на рецептурные лекарства до 16% в случае, если в магазинах разрешат продавать безрецептурные препараты. Такое право торговым точкам будет предоставлено, если вступит в силу законопроект Минпромторга. Минздрав также против новшества, поскольку гарантии принадлежащего контроля за хранением лекарственных препаратов в магазинах нет. Законопроект поступит на рассмотрение в правительство России в марте. Как мы сообщали ранее, в бюджете этого года предусмотрено 500 миллионов рублей на софинансирование местных инициатив по улучшению инфраструктуры. По сравнению с прошлым годом стоимость программы выросла в 15 раз. До 14 февраля мы принимаем заявки от муниципальных образований по участию в программе поддержки местных инициатив. На данный момент из 410 муниципальных образований подала заявка порядка 300 муниципальных образований. Еще раз повторю, что у нас в бюджете предусмотрено на данное мероприятие 500 миллионов рублей. Исходя из численности населения предоставляется субсидия. Допустим, до 1000 человек муниципального образования субсидии предоставляется максимально 1 миллион рублей. От 1000 до 5000 населения предоставляется 2 заявки. То есть можно подать заявку на 2 миллиона рублей. И районный центр предоставляет 3 заявки. То есть каждая заявка по миллиону рублей. И также у нас есть исключение по северным арктическим районам. Сумма заявки составляет 1,5 миллиона рублей. Также районы центра, если численность от 5000 до 100 тысяч, могут предоставить, это уже 3 заявки, по 1,5 миллиона рублей. Задача нам была поставлена главой республики Егоров Анатевичем Борисовым охватить не менее 80% всех муниципальных образований. На данный момент у нас охват порядка 70%. В пятницу Банк России, как ожидается, снизит ключевую ставку на величину от четверти до половины процентного пункта. В 2017 году регулятор отпускал ключевую ставку 6 раз. И на сегодня она составляет 7,75%. Причина тому рекордно низкая инфляция, всего 2,5%. Снижение ключевой ставки должно повлечь за собой снижение стоимости потребительских и ипотечных кредитов. Но при этом и снижение процентных ставок по банковским вкладам. Дочерним компаниям госкорпораций следует запретить покупать акции частных компаний, считают Центр стратегических разработок Алексея Кудрина. Такое ограничение, по мнению экспертов, будет препятствовать экспансии государства в экономику. А чрезмерное усиление госсектора приводит к тому, что конкуренция заменяется административным ресурсом, что в свою очередь мешает развитию страны. В правительстве республики обсудили вопрос строительства высоковольтных воздушных линий электропередач высокого напряжения «Мирный Сунтар-Нюрба», а также «Нюрба-Накын». Задача реализуется в рамках комплексного инвестиционного проекта электроснабжения Вилюйской группы Улусов и Накынского месторождения Алроса. Введение линий в эксплуатацию позволит повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей Вилюйской группы Улусов, а также позволит снять ограничения на подключение новых потребителей и сократить расход дизельного топлива. В скором времени должны быть разработаны бизнес-план и финансовая модель, в том числе обсуждены различные варианты формирования тарифов на электрическую энергию. Бедность, рост цен и коррупция остаются главными факторами для беспокойства граждан страны. Исследовательские данные холдинга «Ромир» приводит РИА Новость. В 2017 году на низкие зарплаты и снижение доходов жаловались 60% опрошенных, на рост цен и инфляцию 56%, на коррупцию и безработицу по 36%. Однако острота проблем за год несколько снизилась. Например, по итогам 2016 года рост цен беспокоил 70% граждан. Банки и платежные системы тестируют услугу, которая позволит снимать наличные с карты на кассе магазина. Выглядеть это должно примерно так. Покупатель расплачивается за товар или услугу по своей банковской карте и одновременно запрашивает у кассира нужную ему сумму наличных. Вводит пин-код, далее банк, выпустивший карту, одобряет покупку и выдачу наличных. Возможность внедрения России этой технологии излучает платежная система Мастеркард. Сбербанк хочет запустить проект во втором квартале этого года для держателей своих карт. Банк ВТБ подтвердил, что изучает такую же возможность. Налог на недвижимое имущество может быть отменен. Под его действие подпадают транспортные средства, станки и оборудование. Поэтому представители бизнеса называют его налогом на модернизацию. Федеральный Минфин готов к такому решению, но это региональный налог. Если отменять налог совсем, надо продумать, чем компенсировать регионам выпадающие доходы. Плохая погода может считаться уважительной причиной для опоздания на работу, пояснили в Роструде. Работодатель в этом случае не может привлечь сотрудника дисциплинарной ответственности. Однако, поскольку единых критериев оценки погодных условий не существует, право на наложение взыскания все равно остается заработодателем. К этому часу все. Оставайтесь в курсе экономических событий вместе с нашим каналом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова